Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в районе ВДНХ на улице Академика Королёва. Выходим мы с вами по левую руку в сторону ВДНХ и поговорим сегодня здесь, ответив на некоторые поступившие вопросы от наших постоянных зрителей. Поворачиваем мы с вами на продольный проезд и движемся вдоль практически центральной части ВДНХ, которая у нас по левую руку. С правой стороны у нас станция метро ВДНХ, мы там проедем. Ну и вы видите по левую руку от нашего движения, как на конечный заряжаются электробусы. Их очень много стало в городе, ну ровно как и обновленного транспорта городского. Ну и монорельсовая дорога, которая еще пока функционирует. Я надеюсь, что она еще останется. Вот так выглядит ее станция, станция ВДНХ. Ну, мне конечно бы хотелось, чтобы ее продлили и было больше возможностей. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Центральная часть, центральная аллея ВДНХ по левой руке. Обратите внимание, вся эта территория отдана практически пешеходной части. С правой стороны у нас проходят два проезда поперечных, так они и называются, первый и второй. И здесь есть некоторые платные парковки. Ну, я бы сказал так, что эти проезды для того, чтобы можно было быстро доставить своих пассажиров и высадить. Сегодняшняя Москва, она немножко другая. Люди привыкли вот к концу 90-х, к 2000-м годам, когда можно было подъехать куда угодно и остановить машину там, где нужно. Более того, еще и высадить пассажиров и запарковаться, бросить машину и возвратиться к ней же и спокойненько уехать. Сегодня это не так. Вот здесь вот предоставлены нам платные парковки, но на всю территорию, как вы понимаете, площадью 700 гектар, куда входят и ВДНХ, и Останкино парк, и ботанический сад. Вот этой площадки, которая здесь находится, полевую руку, конечно же, недостаточно. Значит, рабочий и колхозница у нас впереди. Будем уходить в сторону проспекта Мира направо. Сделаем небольшой крючочек, ну и дополню. Обратите, кстати, внимание, у нас обновляются светофоры, навигационная система. Вот выглядят вот так вот знаки. Они стали меньше, но в любом случае их очень хорошо видно. И уходим вот в сторону проспекта Мира, который у нас поперек проходит чуть дальше. И возвращаясь к тому, что сказал раньше, что надо планировать сегодня свои какие-то поездки. И мне бы хотелось как раз на эту тему немножечко порассуждать и поговорить. Если вы сюда прибываете с пассажирами, детьми, молодыми мамами, родителями преклонного возраста, либо какими-то друзьями на нескольких машинах, то планируйте, конечно, свои поездки. В любом случае, вам нужно где-то будет запарковаться. Многие сюда прибывают и с питомцами, потому как есть территории парковые, где действительно можно хорошо погулять с питомцем. И поэтому я бы рекомендовал вам как раз об этом призадуматься, потому что люди, которые прибывают к центральному входу, потом сталкиваются с проблемами парковки и начинают очень нервничать, переживать, рассказывать об этом и так далее. Да, действительно, вот здесь есть такая проблема, потому что огромную толпу людей, которые сюда прибывают, ну, скажем, недолжным образом встречает вот эта вот скудная, небольшая, казалось бы, на вид парковка. Ну и совет, конечно, если есть возможность прибыть сюда своим ходом, то лучше это сделать. Вот она станция метро, видит такой шайбы выхода. Ну и, собственно говоря, от метро пройти здесь, ну, меньше двух минут, наверное, займет время, и вы окажетесь у центральной части у входа. Значит, нас встречает территория, где у нас находятся космонавты. Здесь у нас аллея космонавтов. Ну и параллельно под эстакадой есть территории тоже платные, здесь можно договориться, все время сидит, назовем так, сторож или вахтер, который вас может принять, ну, на коммерческой основе разместить ваш транспорт, автомобиль. Тут всегда есть свободные места, мало кто обращает внимание на эти стоянки. Но, тем не менее, это можно сделать и здесь. Значит, ну и вот она с правой стороны аллея космонавтов, уже известная вам такая стела. И здесь мы с вами возвратимся к Академике Королёва, будем уходить на Останкинский проезд направо. Ну, а впереди у нас движение за вот этим мигающим таблом проходит Звездный бульвар. На Звездном бульваре у нас есть, есть там немножко в начале и в конце парковочные места, но это не тоже не вариант для того, чтобы здесь запарковаться. Входим мы с вами направо и возвращаемся к тому месту, с которого мы, собственно говоря, и начинали наше движение. Получается так, что территория ВДНХ, парка Останкино, Бонтанического сада по площади огромная, 700 гектар. На территории очень много разных тематических мероприятий, выставки проходят. Ну и просто парковая часть, где люди катаются, отдыхают и гуляют, поэтому это важно, найти место, к которому нужно возвратиться. Как правило, прибывают сюда люди на весь день и, соответственно, если вы запаркуете где-то в этой части свой автомобиль, то потом придется же и возвращаться. Ну, а территория огромная, это не всегда в удовольствие делать. Кстати говоря, обратите внимание, для тех, кто у нас очень переживает на эту тему, нету проводов, везде навигация, новые светофоры, видеонаблюдения, камеры, датчики, пробок, какие-то информационные табло и так далее, плитка, 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 плитка. Вечно недовольные ребята, которые о ней рассказывают, которые привязывают к этой истории мэра. Не забываем о том, что многое и в округе развивается, это и парковочные зоны, да, навигационные системы, вот с правой стороны зарядки для городского транспорта. Все это требует, естественно, подключения. И для того, чтобы, ну, скажем, проложить те или иные коммуникации, естественно, нужно каким-то образом прокладывать их, да, поэтому иногда, да, бывает такое, что вроде как только положили плитки, как уже что-то, какие-то работы производятся. Вот, например, торговый центр не так давно появился здесь, соответственно, естественно, к нему нужно было очень многое подвести. И здесь тоже. Не все в должном виде, некоторые еще вот времянки такие проброшены. Но со временем сюда дойдет тоже благоустройство, и это все дело приведут в порядок. Вот с правой стороны одна из парковок, бесплатная, между прочим, она огромнейшая. И сразу же есть вход. Вот обратите внимание, на горизонте у нас появились кольца монорельсовой такой, даже не монорельсовой, а канатной дороги и вход на территорию ВДНХ. Здесь огромная территория, огромная площадь для парковки. Но со временем, когда появятся новые развлекательные зоны, я думаю, что здесь транспорта, конечно, будет больше. И надеюсь, что прямо у входа с правой стороны сделают большую парковку, на которую можно оставить свой автомобиль и, собственно говоря, к нему же и возвратиться. С правой стороны, обратите внимание, Останкинский суд современный, выглядит он так. Если раньше здесь в округе были какие-то проезды, где люди пытались оставить свой транспорт, то сейчас это все под шлагбаумами. Искать здесь парковку достаточно будет сложно. Главное знать об этих проездах, об этих дополнительных выходах с территории ВДНХ. И там всегда есть какие-то площадки для того, чтобы оставить свой транспорт. Вот во дворах вы здесь точно не поставите машину, потому что все перекрыто. Ну и, соответственно, там стоят автомобили владельцев. Ну, нужно к этому тоже с уважением относиться. Вот с правой стороны у нас проезд очередной к очередному выходу. И вокруг есть только платные здесь уже места. Ну, то есть есть возможность оставить свой автомобиль. И самое важное, что когда вы будете находиться на территории ВДНХ, вам не придется возвращаться в центральную часть. А где-то вот сбоку, здесь вы примерно выйдете, ну, наверное, около фонтана Дружба народов. И найдете свой автомобиль. А вот здесь вот у нас тоже выход или вход. Вот с полевой рукой достаточно много парковок платных. Здесь у нас уже территория Останкинского парка. Троицкая церковь, музей-усадьба Останкина по правую руку. Ну, по левую руку Останкинская башня и территории, которые относятся к телецентру. Телецентр впереди. Но, как правило, вот все, что вы видите на горизонте, это как раз вот эти вот компании телевизионные, которые здесь располагаются. Практически вся эта территория, ну, принадлежит, можно сказать, им. Много разных студий. Вот, но, да, Академика Королева 12, то, что вы часто слышите, это находится вот здесь. И обратите внимание, справа и слева у нас идут парковочные места. Здесь у нас платная парковка. Примерно стоимость часа около 40 рублей. То есть, если где-то на 5 часов поставить машину, обойдется вам примерно в 200 рублей. Я думаю, что на компанию это не будет очень большие растраты. Но, если вы будете планировать свое время, то здесь в выходные дни, то есть в воскресные или праздничные дни, для вас будет действительно бесплатно парковка. Вы можете оставить здесь свой автомобиль. Найти, конечно же, место свое свободненькое и оставить спокойно запарковаться. Итак, на Ботаническую улицу мы поворачиваем. Здесь тоже есть выходы. Значит, здесь уже у нас территория Останкинского парка. То есть, напомню, что позади у нас был музей-усадьба Останкина, парк Останкина. Далее, повернув на Ботаническую улицу, мы проедем вдоль новой и старой оранжереи. Ну, все это такая Останкинская дубрава, можно сказать. Ну, и она плавно переходит в главный ботанический сад РАН, который мы тоже, ну, сквозь стекло автомобиля увидим. Обратите внимание на благоустройство. Новый забор, территории, все подстрижено, убрано. Зимой убирают точно так же здесь все прилегающие территории. И на горизонте у нас появляются площадки для спортивного времяпровождения, скажем так, скульптуры. Вообще, у нас есть много разных сюжетов. В правом верхнем углу по ходу нашего движения будут некоторые ссылки. Обращайте на них внимание, переходите, и вы увидите более подробные какие-то наши зарисовки, которые мы делали в тех местах, которые мы с вами проезжаем. Еще вход, еще вот есть при входе бесплатная парковка с правой стороны. Ну, а здесь на дороге уже к радости автомобиль оставить нельзя. Раньше мы на эту тему очень долго рассуждали и говорили о том, что это плохо. Но на самом деле это хорошо, потому что когда какой-то салют, когда какое-то большое мероприятие, праздник и так далее, проехать здесь будет просто невозможно. Поэтому выбирайте свой маршрут, выбирайте план. Вот с правой стороны была старая оранжерея, а вот новая оранжерея. И, собственно говоря, планируйте, обязательно планируйте свои поездки, продумывайте, где вы будете находиться, что вы будете делать. Потому что, еще раз возвращусь к сказанному ранее, если вы приехали на шашлыки, то тащить, конечно, эти угли, мясо и так далее через центральный вход просто не нужно. Здесь вот тоже есть парковки бесплатные абсолютно. Можете оставить свой автомобиль и пробраться здесь. Как раз с этих входов, скажем так, где мы проезжали, Академика Королева в 12, как раз там удобнее добраться до мангалов. Есть благоустроенные места и, собственно говоря, проводить свой праздник в этой части, например, на этой большой территории. Естественно, через центральный вход тащить это все не стоит абсолютно. Поэтому вот есть такие продуманные вещи, о которых нужно просто знать. Ну и, собственно говоря, вот еще раз делаю на этот момент акцент. Вот приезжают у нас люди, по старинке еще помнят, что здесь когда-то как-то вот было вот так вот. Но, тем не менее, все изменилось. Многие знают об этом, я об этом тоже знаю, потому что недалеко проживаю от этого места. Вот частенько здесь бываю. Ну и вот делюсь с вами как практик. Собственно, основной момент я обрисовал в этой поездке. Вот с правой стороны у нас как раз главный вход в ботанический сад ран. Ну и тоже есть вот она с правой стороны бесплатная парковка, где вы можете оставить свой автомобиль. Да, я согласен, что в час-два дня здесь все переполнено и забито. Но, с другой стороны, если вы планируете сюда прийти и пробыть здесь весь день, то, естественно, вы приедете пораньше и найдете место вот так же, как я, например, в момент передвижения. Вот такой у нас получился очередной сюжет, поездка. Я обещал делать обновленные зарисовки по ВДНХ, и пускай вот одна из первых будет вот такой, будет продолжение, обязательно мы вернемся на территорию и сделаем какие-то дополнительные свои сюжеты. Не прощаюсь с вами, всего лишь говорю, ну а пока-пока, до новых сюжетов. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок